Функция Итак, что такое функция? Функция – одно из основных математических и общенаучных понятий. Оно сыграло и поныне играет большую роль в познании реального мира. Идея функциональной зависимости восходит в древности. Ее содержание обнаруживается уже в первых математических выраженных соотношениях между величинами, в первых правилах действия над числами, в первых формулах для нахождения площади и объема тех или иных фигур. Понятие переменной величины Графическое изображение зависимости широко использовали Галилей, Ферма, Декарт Декарт ввел понятие переменной величины Это истоки науки нашей современной математики Вот он отсюда. Как только появились действительно уже вот эта вот новая наука, средние века, так и появилось понятие функции, функциональной зависимости. Следующий, кого мы можем выделить, это Лейпниц Развитие механики и техники потребовало введение общего понятия функции, что было сделано немецким философом и математиком Лейпницем. Это у нас вторая половина 17-го, начало 18-го века, как видите. Тогда и рождалась та математика, которой мы сейчас с вами имеем дело. Само слово функция, от латинского слова функcio, совершение, выполнение, впервые было употреблено Лейпницем в 73-м году. В письме Гюгенцу под функцию он понимал отрезок, длина которого меняется по какому-нибудь определенному закону. В печати он ввел этот термин в 1694 году, и начиная с 98-го года Лейпниц ввел также термины переменная и константа, то есть все то, чем сейчас пользуемся мы. В 18-м веке появляется новый взгляд на функцию, как на формулу, уже формула, связывающую одну переменную с другой. Это так называемая аналитическая точка зрения на понятие функции. Подход к такому определению впервые сделал швейцарский математик Йоганн Бернули, который в 18-м году 17-го столетия определил функцию следующим образом. Давайте посмотрим. Функции переменной величины называют количество, образованное каким угодно способом, из этой переменной величины и постоянных. Очень даже похоже на то, что мы сейчас изучаем с вами. Практически в это время сформулировали понятие функции как таковой. И развитие понятия функции дал Эйлер. Следующий шаг в развитии понятия функции сделал гениальный учебник Бернули, член Петербургской академии наук Леонард Эйлер. Он писал, величины, зависящие от других, так что с изменениями вторых изменяют все первые. Примето называть функции. Вы посмотрите, одну мы величину выбираем любую, а вторая от нее зависит. Или наоборот. То есть вот такая вот зависимость. Если существует такая зависимость, то мы уже говорим о функции и переменных величинах. В общем виде понятие обобщенной функции было введено французом Лораном Шварцем. А вот в 36-м году 20-го столетия советский математик и механик Соболев первым рассмотрел частный случай обобщенной функции. Это более важно с точки зрения, ну так скажем, и математики и физики. Потому что мы работаем с конкретным. Определение. И теперь определение функции. Функция называется соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества. Это определение функции, которым мы с вами уже будем пользоваться. Знание законов природы дало возможность человеку объяснять и предсказывать ее разнообразнейшие явления. Математическими портретами закономерности природы и служит функция. Функция описывает какие-то закономерные явления. Это вот самое простое, что нам надо с вами уяснить. Если есть закономерное явление какое-то, то это мы можем говорить о функции сразу. Следующее определение. Графиком функции. Нам придется иметь дело с графиками. Собственно говоря, вы уже с этим знакомы. Предыдущие годы обучения были. Графиком функции называют множество точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты соответствующим значениям функции. Абсцисса это то, что по оси Х, если вы помните. И ордината это то, что по оси У. И мы имеем то, что имеем. Вот это вот график функции. Это график функции. Современная математика знает множество функций. И у каждой свой неповторимый облик. Как неповторимый облик каждого из миллиардов людей, живущих на Земле. Ну и самая простая функция прямопропорциональной зависимости. Прямая пропорциональность, например, движения автомобиля. Вот вы на физике-то уже начали изучать. Движение, механическое движение. И рассматриваете движение автомобиля. Это равномерное движение автомобиля, естественно. Равномерное движение любого тела, где за равные промежутки времени проходятся равные расстояния. И тогда мы будем с вами иметь прямую зависимость. И это будет функция, где одна величина зависит от другой величины. И все это прописывается формулами. Зависимость может быть не только прямая. Зависимость может быть какой-то иной. В данном случае функция может повторяться, например. И зависимость будет периодически, или график будет периодически повторяться. Это периодическая функция. И график повторяющий каждый раз одно и то же. Один и тот же процесс. Он описывает один и тот же процесс. В данном случае мы имеем значение, ну, например, с колебанием имеем дело. Или с движением тела по окружности. И будет это происходить по закону синуса-косинуса. Но это будете изучать в дальнейшем. Может быть квадратичная функция, где траектория брошенного под углом горизонту летящего футбольного меща или артиллерийский снаряд будет являться парабола. Вот это парабола. Вот это вот парабола. И на графике показана парабола. Вот такой график интересный может быть. Ну, и в наши дни без функций невозможно не только рассчитать космические траектории, работу ядерных реакторов, бега волны, закономерности развития циклона, экономические какие-то процессы, прогнозировать течение химических реакций, изменения погоды, климата и так далее. Где угодно, везде присутствует такая вот функциональная зависимость, где при изменении одной величины происходит изменение другой величины. И все это можно описать графиком. График, он наглядный. Глядя на график, мы можем сразу каким-то образом описать процесс, как уже говорил о движении автомобиля. Равномерное движение автомобиля за равные промежутки времени тело проходит одинаковые расстояния, и мы видим, что получается прямая линия. И мы можем сказать, где, на каком расстоянии находилось тело в любой момент времени. То же самое можно о графике температурной зависимости говорить, и много-много другое. В общем, функции нашей жизни, они вошли, и без них мы обойтись никак не можем. Мы постоянно ими пользуемся. Именно поэтому так подробно мы будем их изучать и знакомиться. С ними в самых разнообразных видах. На этом желаю вам успеха. Всего доброго.